всех приветствую сегодня как я планировал раньше хочу изготовить жалюзи из старых обоев поскольку у нас ничего так просто даром не пропадает стараемся использовать все по максимальному и так вот есть такие обои достаточно широкие ну почти что подходит под это окно единственное что конечно немножко не хватать будет с каждой стороны где-то по полтора сантиметра но делать нечего вот сейчас так прикинул целом окно будет закрыто сами обои выглядят вот в таком рисунке ну выбирайте приходится то есть то есть для изготовления жалюзи нам понадобятся сами обои рулетка вот такие вот гвоздики двухсторонний скотч и простой скотч лучше конечно широкий взять но был этот и можем начинать ну для начала я измерю высоту окна и и возьму потом еще четверть размера от всего и от всей высоты окна высота окна получается ровно метр еще прибавлю 30 сантиметров склеили два куска получился нужный размер метр тридцать теперь с каждой стороны отмечаем по 4 сантиметра для места сгиба теперь от точки до точки я провожу линии для места сгиба итак разметили линии как я говорил по 4 сантиметра ширина и все не так идеально ровно получилось но это не критично на общем фоне это не будет играть никакой роли теперь начинаем сгибать гармошкой одну линию вправо другую влево и 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 тяжеловато было складывать потому что она широкая но мы ее победили сейчас под веревки сверлим отверстия ну примерно с краю по 35 может быть 30 сантиметров продеваем веревки и крепим готовое отверстие продеваем веревку одну вставили веревочку вставляем другую веревки продеты теперь края веревок нам нужно закрепить скотчем чтобы они не выскакивали из отверстий то же самое делаем с обратной стороны для такого крепления лучше взять конечно широкий скотч но другого не было используем то что есть теперь наклеиваем двухсторонний скотч с этой же стороны этой стороной мы будем крепить саму штору наклеили скотч идем крепить таким образом приклеили с каждой стороны получились такие щели но шире обоев больше не было клеим что есть сейчас сверху еще усиленными гвоздиками усилим гвоздиками веревки эти чтобы они не обрывались и прикрепим кнопки которые будут держать шторку в фиксированном состоянии вот для большей надежности протыкаем обои вместе с веревкой через скотч теперь с края вот фиксированном состоянии и вакуума как вот Субтитры сделал DimaTorzok Штора готова. Вот так она выглядит в опущенном состоянии. Сейчас ее поднимаем, смотрим что получилось. Ну вот, с одной шторой закончили. Вот так она выглядит, пока мы в поднятом состоянии. Еще нужно оборудовать шторами 1, 2, 3, 4, 5, 6 окон. Ну не знаю, найдем ли мы столько обоев старых на все окна. Но как только сделаем все, что возможно, чтобы изготовить такие шторы, результат будет уже в следующем ролике. А как для примера изготовления, вот штора выглядит таким образом. Сейчас попробуем ее опустить. Всем пока!